здравствуйте у микрофона михаил шахмазаров 7 июля 2021 года 306 выпуск на канале шах и мат и ровно год нашему с вами канал ровно год назад появился первый выпуск и знаете вот тут же вал комментариев тут же просто какой-то цунами комментариев и все в одном стиле привет от кота костяна кот костян просил передавать привет кот костян кланяться или думаю ага бота ферма очередная какая-то секта нашествие сектантов только открылся и уже пытаются утопить оказывается оказывается добрый человек сашка решил помочь мне набрать зрителей на канал подписчиков и 147 тысяч во многом благодаря тебе саж огромное тебе спасибо от души но многие помогали и ребята из изоленты и безусловно или с меркури армен госпарян савани че два прекрасных канала и на ютьюбе в телеге никола савани че подпишитесь метаметрика ну всем огромное спасибо я думаю прямо в оскар превратилась да вот огромное спасибо но уже не безусловно я должен сказать потому что как бы я не завожусь иногда с пол оборота ну что вчера был кстати кстати вчера был великолепный стрим у или аса меркури сергей сергеевич корноухов решил сходить за круассаном вот решили что у него теперь кличка будет серёжа круассан после эфира пошел за круассаном и нарвался на маньяка некоторые начали писать скептически да ну это разводняк да ну полноте да ну ну что это шняга поймали реально поймали на канале на сергея корноухова в телеграме возможно уже есть и видео и рассказ об этом вот такие вот дела а сразу после стрима у или аса меркури которая называется на связи футбол футбол италия испания какой это был футбол яркий открытый профессиональный притягивающий я болел за итальянцев скажу честно но нужно признать что обе команды обе команды итальянцы испанцы были достойны выхода финал сегодня болеем за данью и потом за италию ну естественно вода итальянцев с выходом финал ну что начнем выпуск данным юбилейный может не юбилейный как годовщик годовиковый скажем так годовиковый вот он вот он просто просто красавчик витя ты красавчик просто ли на вы как на вы на ты вкус вилл вкус вилл играет словами виктор шендерович читаю шаламова о том как бывшие советские начальники и профессура попав лагерь подбирали с пола еду и окурки не надо себя сравнивать со своими начальниками и профессурой видеть ты перед ними у такой не удивлен в армии подбирал с пола куски сахара и ел с превеликим удовольствием ну зачем врать я служил в рядах советской армии сахар мы брали на обеде на завтраке на завтраке на завтраке на завтраке клали в карман чтобы потом перебивать чувство голода в армии на полу сахар найти было невозможно и это факт виктор нельзя брать с первых строк повествования очень знаете ли хотелось выжить пишет виктор то есть без сахара советской армии выжить было невозможно виктор а откуда вот улыбчивая фотография этого младшего сержанта прям по вашему лоснящему силичеку не скажешь что вы подбирали сахар да и младшего сержанта вы наверняка получили не просто так наверняка ваша склонность к доносам сыграла роль я-то сам был сержантском составе но не по вашему пути пошел далее читаем шандерой чел зеки обслуживали батареи унижались перед швалью так и я был готов целовать сапоги сержанту который после двух суток наряда разрешил мне поспать в тепле несколько часов готов был целовать сапоги сержанту и отца ладно виктор вы видимо не знаете этот анекдот я вам расскажу пустыня жара невыносимый зной экспедиция два человека и вдруг из-за бархана слышится крик игорь игорь меня укусила гюрза куда куда вица тебя укусила гюрза в хуй в хуй игорь звони в центр игорь звонит центр центр витя гюрза только что да укусила что дел что отца отца что там говорят игорь витя сказали что ты умрешь ну да ладно да да ладно идем дальше иначе поцеловал бы пишет да поставили бы перед буквальным выбором может поцеловал бы сапоги на самом деле да но история с извинением вкусвилл меня озадачила по мне это почище окурков с пола отцом на и обслуживание блатарей менеджерам грозила смертельная угроза вроде бы нет может быть смертельная угроза нависла над бизнесом что вот прямо до такой степени чтобы публично и поименно извиняться перед гомофобами нанося столь же публичное и поименное оскорбление тысячам сограждан виновных не тысячам я думаю уже десяткам тысяч сотням тысяч виновных как может быть виновным только при фашистах и шариате так короче уважаемый к фашизм шариатом сравнили на сайте эхо москвы то точно придется наверное перед кем-то извиняться или как что перед рамзан охматывающим будете звонить ведь как-то странно у себя ведет ну что ты брата ну ну как так можно вообще значит свои неправильно значит как можно быть виновным только при фашистах и шариате в своей неправильной сексуальной ориентации то есть он ислам с фашизмом сравнил желание создать не скрываясь семью с тем с кем ты хочешь создать вот так и все сползает к фашизму именно так говорит виктор шандерович не в стерлигове же дело и не в негодяях во власть а в нашей реакции на негодяйство в готовности нормальных людей настоять на нормальности своей нормы а что такое нормальность нормы господин шандерович вот лично для вас что такое нормальность нормы жить в россии и ненавидеть эту страну и ее граждан это нормально ненормально что можно сделать я вам скажу господин шандерович что можно сделать можно купить билет можно купить билет и уехать из этой страны вот я гарантию вам даю при всех я вам готов оплатить билет в один конец но естественно с распиской совсем шахером назад дороги не будет да это уж точно давайте я готов да или увы в их готовности пойти на любую низость ради пресловутого процента прибыли но это он уже вкусвил бомбит это очередное дно которое несомненно будет еще пробита потому что у низости не дна несчастный человек на самом деле вот его окружает только он только на эхо москвы приходит вот только на эхо москвы приходит и там он ловит кайф кстати недавно дня на два назад на включаю эхо москвы вот включая эхо москвы говорю поставь там колонки эхо москвы а там девушка читает прогноз погоды и она говорит в москве ясно солнечно без осадков на улице жара а ты слышишь вот между слов слышишь пиздец вот про вот просто невыжим обреченность такая вот в ее голосе она читает прогноз погоды а впечатление что сзади стоит автоматчик да и вот и просто вот ну так приткнул значит ствол ней к позвоночникам и вот она читает это профессионализм высочайший то есть на радио эхо москвы все лаконично все размеренно понимаете все здорово даже прогноз погоды он какой-то обреченно расстрельный я знаете вот я не удивлюсь если там зайдешь коридор а там на патрули ходят из мемориала да или из открытки вот но так что витя шиндерович он вступился за вкус думаете все нет он еще написал было бы правильно кстати я считаю на вот впрочем что говорить о менеджменте вкусвилл когда один из богатейших людей европе европы помявшись для виду ложится под путина со своим переименованным шампанским имеется ввиду моё по принятым приятному совпадению это случается в один и тот же день виктор я даже не знаю я даже не знаю что но знаете посмотрите как интересно вот это либеральная общественно ну это не маргинальная скажем так общественность она возбудилась именно вот по поводу этого извинения вкусвилла вот танюша лазарева танюська симпампуська помните такую да танюську симпампуську ну шаться да вот это вот жена значит что она пишет что она пишет ой что она пишет удивительное рядом живя по долгу за границей а живя по долгу за границей много внешне туристически путешествуя я говорил в рот заглядывает после 07 белого и иностранцы да ну ладно и общаясь внимание вот это внимание внимание и общаясь по большей мере с просвещенными людьми танечка вы не обижайтесь но кто из кто из просвещенных западных людей будет с вами общаться я же знаю как они относятся к таким как вы они могут улыбаться да обязательно они могут улыбаться они могут гадать комплименты но когда они выйдут они поморщатся я это знаю точно это 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 действительно так вот с такими как вы просвещенными людьми я никогда не забуду ваше интервью рижскому порталу дельфи когда вы рассказали как два ваша восьмилетняя дочка которая ехала с вами в такси услышала фамилию путин сказала ненавижу и вы этим похвалились вы сказали что ребенок уже восемь лет знает что кто такой путь то есть это ну изуродованная судьба принципе ребенка да и общаясь по большей мере с просвещенными людьми становишься абсолютно уверен что человек свободен свободен выборе ножка как минимум своей сексуальной ориентации а как же говорят не выбирают говорят рождаются вот шиндерович только что сказал нет возвращаешься домой возвращаешься домой а тут все тот же родной до скрежетов вкус вилл вкус вилл и штыков ну чего сговорились ну что вы играете это не оригинально вкус вилл это виллы до вкус вилл типа ну инструмент в россии нужно жить долго и не болеть тань но вы наверно так хорошо же про это проспит ну да что она не заболеете дай бог вам здоровья вот когда вот читаешь ее просто но какое-то чувство брезгливости появляется да так что там у нас дальше вообще конечно новостями ну так не очень такое ощущение что все про а в билизи а в билизи знаете что произошло в билизи хотели сделать лгбт парада они говорят мы пройдем слагим лаги и так далее и тому подобное а грузители сказали да ты чё гиби биджи это что такое вот это свои то что ты чё потанкуешь ходили под под радужными флагами да никогда в жизни и короче там начали из молодилова настоящий нашли хуячи друг друга так что под кинкали под пиво кинзмараули а хашени бана все да и вот сотни ста потом наши сторонники лгбт сообщества прорвались короче вот эти да они прорвались к парламенту на проспекте руставели начали флага ездить даже жечь жечь флага ездить не надо нам эти звезды между флага ездить установили флаг грузии да ну сразу же флаг грузии да и радужный флаг тоже попыт и симпл димпл они стояли попыт и симпл димпл ну вот так да и потом безмолвная реакция нет и закрыли чтобы туда ни один на чтобы не ничего туда не брали тело и там вот так сидели до жопу ничего и его рот да вот закрыт ну это как азан для вот лгбт сообщества если он сидит да на жопе у него рот закрыт он никогда в жизни ничего не получит хорош ну вот это в грузии да вот такая ситуация так что там у нас теперь это снова я выходит на это но вообще то последняя новость убила она просто убила в санкт-петербурге задержали консула эстонии да марта латте марта латте задержали знаете как но он стоял около мусорника да подходит фсбшнике что ты там делись он гордяйся сейчас уграла как украла говорит он берет кросс она начинает есть и тут его ресса руку знаете там от кросса они там тайные записки которые он хотел сожрать вместе с кремом а в тайных записках имена знаете новых тренеров сборной россии по футболу и по хоккей секреты государства ну а как же сейчас же там вот это какая-то хуйня мы не начинаем но все конечно страшно да режим кровавый проклятый ну что ж ты сотворил хуйню поцетный консуль марта латте отправленных блять чухню их у с вами но не с ними коррады раз ну что господа подписывайтесь на канал шах и мат сегодня каналу шах и мат год оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на кота костяна подписывайтесь на и леса меркури канал на связи на метаметрику обязательно на саванище и на другие дружественные каналы спасибо вам за то что смотрите до встречи